Опа! Привет! С вами доктор Влад. Чё-то немножко я лохматый. Ну, не страшно. Чё-то я зарядил каждый день. Ну, я сейчас почувствовал себя вроде лучше вот эти дни. Ну, ладно. Да это несложно. Новостей по-прежнему немного. И по-прежнему они фиговые. А, вот у нас 10 градусов и дождик, вот как начался вчера, где-то в обед что ли. И вот до сих пор, и даже не переставая. Я потом ещё буду, подожди, говорить. Тут интересные дела про Чикаго. Но это позже. Новости. В России зафиксировали 1163 смерти из-за коронавируса за сутки. Это новый максимум. За тысячу перевалило. Да, уже 1163. За день в стране выявили 39 849 новых случаев заражения. Это не рекорд. Там было и 40 уже. Ай-яй. Так. Ракова назвала ситуацию с коронавирусом в Москве напряжённой. Ракова. Это заммэра Москвы. Там была ещё другая какая-то Ракова. Наверное, родственница, что ли, её ловили, ловили, вроде поймали. Чёрт ли, сколько этих Раковых развелось. Прям. Плюнь собаку, попадёшь в Ракову. Ну, дальше чё. Так. Валерий Рашкин оскандалился. Нашли его. Он уехал в Саратовскую область. У него там родня. Вот. И его обнаружили на дороге, а в багажнике лось разделанный уже. И вот он, значит, написал на эхе Москвы статью. Коммунист настолько опасен, что без ружья может убить лося. И вот он рассказывал, что я поехал в Саратовскую область, мы там посидели, в баньку сходили, посидели у костра, поговорили, пообщались. Я, говорит, не пью. Я пошёл прогуляться по лесу один. Так. Уже темнело, когда я увидел в лицу, в стороне от дороги какие-то фонарики, какое-то движение. Там была машина, и какие-то люди при моём приближении, они сели в машину и уехали. Когда я подошёл к этому месту, обнаружил уже разделанную тушу какого-то крупного животного. Так. Я даже вначале не понял, что это лось. Я рассказал друзьям. Тогда мы решили, что я спугнул браконьеров. Так. Я не исключаю, что это была спланированная провокация. Мы не знали, что делать с этой тушей. Потом погрузили её в машину, решили сдать в полицию. Мы немного проехали, нас остановил патруль. Такое ощущение, что нас ожидали. Так. Сразу начали снимать на камеру. Оружие у нас не нашли. И, видимо, мы его убили палкой. Сейчас я чувствую себя так, как должен чувствовать человек, за которым, как минимум, ведётся непонятная слежка. Ну, не знаю, ребята. Ну, это вот как вот это. Идёт, допустим, мужик с пистолетом. Откуда у тебя пистолет? Нашёл. Нашёл. А куда идёшь? Я хочу его сдать в полицию. Вот то же самое, да. Чего-то мне это не верится. Да ладно. Ну, в общем, это я вам просто рассказываю. А сами думайте. Так. Раштин, кстати, власти давно не нравится. Ну, ладно. Так. Вот в России начали продавать отечественный смартфон. Производство Ростеха. Так. По цене 19 тысяч рублей в магазинах Эльдорадо. Так. Значит. Ростех разработал устройство с целью защитить пользователей от сбора данных. Для этого создана функция блокировки камеры и микрофона. Так сразу батарейку надо отключать и всё. Ну, тогда точно никто не соберёт данные. Ну, в общем, вот так. Его китайские аналоги на рынке стоят не больше 8-9 тысяч рублей. А этот продаётся за 19 тысяч рублей. Ну, в общем, вот так. Вот какой-то эксперт здесь прогнозирует, что производителю не удастся продать даже небольшую партию устройств. Продажи в лучшем случае составят десятки штук до конца года. Ну, вот зато российский новый йотафон, короче, да. Ну, ладно. ФСБ чего-чего заподозрила вице-мэра нефтья Юганска в получении взятки на миллион рублей. Елена Абрамова – да, миллион. Заподозрили. Ну, и что дальше будет? Задержано, задержано, да. Так. А вот от 28 октября, это за вчера вот, в России за сутки выявили более 40 тысяч новых случаев сражения коронавирусом. Более 40. А сегодня там, я вначале говорил, я же забыл, 38 или 39. Так, в столице Башкирии под новым 25-этажным домом образовался глубокий провал. Провалился, да. Ну, а что вы хотели? Такие времена. Так, что тут ещё? Перепись околоводных животных. Грозит ли России бобропокалипсис? Короче, бобров, да, количество бобров в России перевалило за полмиллиона особей и продолжает расти дальше. Владимир, привет. Там у Владимира, у нашего бобры там вокруг всё это оккупировали. Да, бобров слишком много стало. Слишком много. Так, ладно. Интересно. Воробьёв заявил, Воробьёв это, а кто это, кто это, Воробьёв? Губернатор Московской области сообщил, что 80% госпитализированных коронавирусом в Подмосковье не вакцинированы. Ну, а 20% получается вакцинированы и всё равно госпитализированы. Да вот так. У меня дальше будет про вакцину очень интересная новость. Ну, это дальше. Так, «The Economist» предложил Евросоюзу заменить российский газ азербайджанским. Вот так. Да, это журнал такой «The Economist». Ну, так, «Экономист», короче, да. Вот. Хотят поменять, да. Ну, хорошо. Алиев теперь праздновать будет всё. Так, компания «Фейсбук» изменит название на Мордакин книгу, что ли. Она и так Мордакин книга. Нет, «Мета» теперь будет. «Мета». Типа «Мета-вселенная». Другая вселенная. Ну, ладно. Я не знаю, зачем. Тутерберг сообщил, с сегодняшнего дня мы будем называться «Мета». Ну, хорошо. А вот, Чикаго предсказали исчезновение. Изменение климата стало угрозой для американского города Чикаго. Я от него в 100 километрах на север живу. Да. «Опасность увидели в самых обильных осадках за последние пять лет. Их связали с изыменением климата. Частые осадки и засухи в настоящее время вызывают резкие колебания уровня воды местной одноимённой реки Чикаго и озера Мичиган. У нас озеро вообще от берега, где была раньше вода, и сейчас до воды метра три, наверное. То есть, озеро высохло сильно. Несмотря вот сейчас... Ну, сейчас-то дождик пошёл, но вообще озеро высохло хорошо, да. Ну, и Мичиган тоже. Ну, колебания, да. И что дальше будет? Неизвестно, ребята. Ещё наводнение было в 2020 году, да. Там до третьего этажа в Чикаго. Посмотрим. Я вам расскажу. Если мы исчезнем, я вам расскажу. Так, москвичка пырнула ножом заставшего её с любовником мужа. Ну, как-то это она решительно очень. Ну, ладно. Хорошо. Поймали. Стали известны сексуальные предпочтения москвичей. Это всё мос-лента. И чё, какие? Лошади, что ли? Не знаю. Ой, тут дальше я не буду говорить. Всё-таки это уже пошлость. И порнуха. Вот только одно прочитаю. Жители острова Сахалин склонны к удушениям. А, ну, Петербург склонен к расчленению. Вы это знаете. Да ну, к чёрту. Так. Захарова. Захарова. Маша. Ну, как же. Не дня без Маши. Высказалась о прекращении выдачи американских виз россиянам в Москве. Чё, захотелось в Америку, что ли? И чё она высказалась? Хау-хау-хау-хау-хау-хау-хау-хау. Намеренно не выдают визы. Ой. Ладно. Облигация. Пока. Посол России в Париже назвал дискриминационным подход Франции к спутнику Вовочка. Спутник В. Его сейчас называют спутник Вовочка. По словам Алексея Мешкова, это посол, посол. Заложниками спора по поводу признания или непризнания вакцин стали простые люди. А, простые люди. Он обеспокоился о простых людях. А он посол. Ну, как же. Посол. Ладно. Трамп и Маск выступили против налога на миллиардеров США. Ну, Трамп, ладно. У него уже кукуха уехала. А Маск-то чего? А мне кажется, вот все, ей-богу, все, у кого миллиард и больше, они уже, это, маленько не в себе, да? Я вообще, я эту цифру не могу представить. Не то, что в деньгах. Ну, вот так. Выступили вдвоём. Так. Хорошо. Что в Питерсбурге с 8 ноября введут дополнительные ограничения по коронавирусу. То есть до 7 ноября будут опчие, а после 8 ноября ещё дополнительные. Ну, так. Вообще всё закроют к чертям. Так. Климатологи предупредили о наступлении на Земле невыносимой. Невыносимой. Жары. Жара. Тепловая волна. Глобальное потепление скоро сделает условия жизни на Земле невыносимыми. Ну, россиянам не привыкать, так что, наверное, Россия одна и выживет. Потому что они уже давно, россияне давно тренируются на невыносимые условия жизни. Ну, ещё и потеплее. Да тьфу. Потепление. Так, ладно. Проценко заявил об отсутствии. Ну, вы знаете, кто такой Проценко. Главврач Коммунарки. Так вот, что он заявил-то? Я отвлёкся. Заявил об отсутствии целенаправленного препарата против коронавируса. Ну, да. Я вам давно об этом говорю. Причём я его поправлю, этого Проценко, что не только против коронавируса, даже против вируса, ну, не знаю, гриппа, вообще против любых вирусов нет лечения. Ну, корь, например, там ещё полно, да, ветрянка. Так, к сожалению, надо... Вот я его уже цитирую. К сожалению, надо признать факт, что целенаправленного противовирусного лечения препарата эффективного, который бы подавлял распространение вируса, нет. По его словам, подходы и методы лечения меняются, однако речь идёт не о лечении самого вируса, а вызванных им осложнений. Правильно всё, да. Так оно и есть. Ладно, Проценко пока. Так, Южная Корея экстрадировала в США 38-летнего россиянина Владимира Дунаева. В Штатах его считают участником преступной группировки, разработавшей Троян Трикбот. С помощью этого вируса злоумышленники похищали банковские данные и персональную информацию людей и организаций по всему миру. Так, в США ему грозит 60 лет, до 60 лет тюрьмы. Вот такие дела. Выдали, да. Маша что-то не орёт. Так, и немножко Твиттера. А, вот цитируют Голикову. Голикову цитируют, ну прям как Пушкина или Лермонтова. Вот смотрите, её фраза. «Причиной низкой продолжительности жизни граждан России является их высокая смертность». Бшшш! Да! Нифига себе. Так, и чё такое ещё? Депутат Госдумы от Компартии Николай Коломейцев ответил правительству, надо посадить чиновников Минтруда и Минфина на прожиточный минимум в 13 тысяч рублей. Пускай месяц поживут, попробуют выжить, оплатить коммуналку, купить еду и таблетки. В России 70% населения бедные и нищие люди. Ну вот так. Ну зато глобальная жара не страшна будет россиянам, да. Они не такое терпели. Так, что ещё? А вот ещё Жванецкий. Смотрите, фраза интересная. Патриотизм – это чёткое, ясное, хорошо аргументированное объяснение того, почему мы должны жить хуже других. Да, вот это Жванецкий так сказал. Прав. Так. Вот ещё. Я вам вчера говорил, мальчик 15-летний попал под поезд, ласточка какой-то скоростной его затянула, да. И вот смотрите, Росгострах заставил выплатить мать погибшего под поездом 15-летнего мальчика 400 тысяч рублей на ремонт ласточки, на которой якобы осталась вмятина. Ну вот от этого мальчика вмятина, да. Новости в России не перестают шокировать. Дальше комментарии. Ад наступает. Дальше. Самое интересное, что юридически они правы. Так. Ну, ладно. И последнее. Вот это интересно, ребята. Я не уверен. Ну, на Твиттере обычно пишут то, что… Уж если написали, так написали. А вы знаете, почему не опубликовали первую стадию исследования Росвакцины на крысах? А потому что они сдохли. И это не шутка. Да. Вот такие дела, ребята. Вот такие новости. Я говорю, день от дня всё хуже, что-то и хуже. Ну, посмотрим, что дальше будет. Надо будет причесаться. Пока. С вами доктор Влад. С вами был Ян. Редактор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова